Теперь параллель проведем с этой историей. Тут же Аллах его назвал Халил Аллах, Ибрагим, приближенный друг Аллаха. Приближенный друг Аллаха, так зовут Ибрагим Аллах, Халил Аллах, потому что прошел испытание. Параллельно Нух, пророк Нух, у него были сыновья Сям, Хам, Яфис, и говорится Кен'ан, некоторые ученые говорят, что его не звали Кен'аном, и вот это четвертый сын, Нух, когда Аллах приказал ему устроить ковчег и всех посадить на этот корабль, попарно всех людей, он позвал своего сына, садись с нами на этот ковчег, спасешься. В этот момент сын Нух, что сказал, папа, я заберусь на большую гору, с вами не сяду, я заберусь на большую гору, спасет меня от воды, от уничтожения. Нух, алей-салям, говорит, сынок, сегодня ничего тебя не спасет от потопа, ничего не спасет от конца этого света, исключение лишь те, кто, рахим, кому Аллах проявил свою милость, то есть те, кто сели на ковчег. И все вишни, Аллах, субхану, говорит, их разделила волна между отцом и сыном, и Аллах утопил его. Аш-шахид, что из этой истории мы хотим взять? Какую пользу? Мы говорили то, что в этих поклонениях есть смысл, есть глубокая польза, есть мақсат, аш-шара'и, есть именно цель, почему Аллах приводит нам эти истории не просто так. Посмотрите, Ибрахим, алей-салям, у него был сын, Ибрахим, алей-салям, пророк, у него сын тоже стал пророком после этого, тоже стал посланником Аллаха. Прошло время до нашей эры, мы постоянно в намазах что говорим? То есть делаем салават за Ибрахим, алей-салям, и за его потомство, Ибрахим, алей-салям. Постоянно повторяем то, что они повторяют на хаджи, всегда вспоминаем Исмаил, алей-салям, и он в высшей степени рая. Хотя, с точки зрения разума, его звали на погибель, звали, чтобы принести жертву, но он поставил то, что любит Аллах, выше того, что он сам любит. С точки зрения разума, не хотелось ему принести жертву, но однако он Аллаха поставил выше этого. Поэтому Аллах, испытал их и дал такую великую степень, высшую степень рая. Параллельно, Нух, алей-салям, его сын, мы даже не знаем, как его зовут. Некоторые говорят, что Кинь Аань, некоторые говорят, что не знаем, как его зовут. Этот человек, мы его даже не вспоминаем. И в Коране он упомянут, как проклятый. И Аллах, алей-салям, сказал, Нух, алей-салям, инна гулейся мин аглик, он не в твоей семье. И он в самой низшей степени ада, в наказание. Хотя, по сути своей, его звали к спасению, сесть на ковчег. Но он не поставил то, что приказал Аллах, выше того, что он сам любит. И поэтому такой его итог. Аль-Шахид из этого, что в двух словах, если мы с вами, уважаемые братья, будем ставить то, что любит Аллах, его посланник, его приказы, выше своего эго, выше своего удовольствия, то мы преуспеем и в этой жизни, и в вечной жизни. Но если мы будем свои желания, страсти ставить выше того, что любит Аллах, его посланник, то мы будем, в Аллахе, униженными. Клянусь Аллахом, мы будем униженными и в этой жизни, и мы будем также унижены в Ахирате. Я всегда говорю нашим братьям, особенно, которые братья, Машаллах, приезжие из других стран, из страны Азии, кто-то на такси работает и так далее. Говорю, братья, если вы будете беречь Аллаха, будете читать намаз, будете, альхамдулля, поститься, будете правдивы, честными, то вы будете в первых рядах с нами читать намаз, будете на ифтарах сидеть, где сидят имамы и так далее, и будете всегда в почете. В Аллахе, если вы Аллахе забудете, и будете что-то другое для себя брать, ругаться, материться, как часто бывает, смотришь в магазине, вроде мусульмане пиво покупают, сигарету курят, то, в Аллахе, будешь униженными в этой жизни, и тебя будут звать такими плохими словами, называть тебя, и в вечности ты не преуспеешь. Поэтому мы должны, эта цель из-за этого что? Ставить выше то, что любит Аллах, его посланник. Аккулюма тасмахуна Астагфорлаху لي, в лакум, в лисыри, в му минин, в му минин, в куле днеби, фаастагфируху, инагу хуа «алфур ррахим», «альжаваду, «алкарим» «альсами'у дуаа» Субтитры сделал DimaTorzok